Кредитные агентства предупреждают Францию. Стандарт энд Пурс снизил рейтинг страны на одну ступень до двойного A, улучшив, правда, прогноз по нему до стабильного. S&P отмечает слишком вялый ход реформ и высокий уровень долга, который правительство через два года планирует зафиксировать на уровне 86% ВВП. Официальные лица Франции реагировали с объяснимым раздражением. Министр экономики Пьер Масковиси назвал суждения S&P критическими и неточными. Они недооценивают способность Франции меняться и восстанавливаться, сказал он. Я напомню о других индикаторах, самых важных для меня. Еврокомиссия признала, что мы вышли из рецессии. В этом году рост в составе 0,2%, в следующем — 0,9%, в 2015 — 1,7%. Франция стоит на пути к прочному и надежному восстановлению. Из высшей лиги обладателей рейтинга тройной A все три международных агентства исключили Францию еще в прошлом году. Но S&P первым опустил рейтинг повторно. Франция подошла к категории B, но до неинвестиционного уровня ей очень далеко. Если рейтинг Франции дойдет до зоны риска, то в течение пары месяцев возникнут проблемы с финансированием, но об этом речь пока не идет. Проблема Франции в том, что ее экономика практически не растет, в отличие от безработицы. Рынок труда этой страны еврозоны считается одним из самых зарегулированных в мире, что для государства оборачивается дополнительными социальными издержками и увеличением задолженности. Впрочем, финансовые рынки вердикты S&P не испугались. Ставки по десятилетним облигациям Франции почти не изменились.